Я начал вязать, когда я остался без работы. Было очень много каких-то мыслей, которые мешали моему внутреннему какому-то состоянию. Когда ты вяжешь, ты не думаешь ни о чем. У тебя все мысли стираются, улетают. Есть в этот момент только ты, твои руки и твоя работа. Я всю жизнь работал только в журналах. У меня никогда не было другой работы. Есть некоторые люди, которые говорили, что Игорь поехал совсем после поста главного редактора, типа сидит дома и вяжет. Может быть я тоже так говорю про человека со стороны. Но тем не менее, я навязал очень много за этот промежуток времени. Мне нравится, что ты создаешь своими руками что-то новое и уникальное и другое. И что кроме тебя не может создать никто. Я родом из деревни Устье. Это небольшая деревня, недалеко от города Верья, собственно, откуда и появилось название бренда. Курочки, приветики. Привет, как дела? Я прожил в деревне до 13 лет и там на самом деле особо не было каких-то супер развлечений. Даже библиотека была довольно скудная, но все свое детство я прочитал. Как много всего. Попробуйте. Ох. Прекрасно. Так, что у нас тут своя картошка. Хлёд. Прекрасно. Ну-ка, тот свой. Наверное, одно из первых моих увлечений, это было как раз вязание. Я очень напрашивался на кружок. Его не хотели брать, он плакал. Рыдал. Рыдал, но все-таки уговорил его взяли. Я вязал всякие салфетки, корзинки с цветами какими-то вывязанными. Типа вот это тоже салфетка я вязал в детстве. Я удивлен, что это все сохранилось, честно говоря. 20-22 года я осознал, что мне интересна фотосъемка, стилизация, какие-то арт-перформансы. Мужчина должен мужские дела делать, а не вязать. Вязать это женское дело. Не прикольно, что кто-то за тебя решает, что ты это делать можешь, а это делать не можешь. В инстаграме у себя я запустил пост о том, что каждый из желающих может принести свои старые вещи и сдать их мне на ресайклинг. Было 40 или 50 человек. Присылали из других городов что-то. Это как детские вещи, так какие-то вещи, которые люди сделали своими руками. Это салфетки, которые вязали бабушки, скатерти. Пожалуйста, смотрите, это были варежки, например. На самом деле, меня даже не пугает, что это все уже пожелтело, что это есть какая-то в этом жизнь. Это вообще девочка принесла две подушки. Изначально были подушки и, соответственно, довязана такая штучка. Ну и я превратил это в платье. Создаются из старых вещей, новые, причем, мне кажется, с русской такой душой, которая дает людям, мне кажется, вспомнить о том, кто мы есть и вообще откуда. Самое интересное, что мы никогда не знаем, чем все это закончится, потому что это творчество в потоке. Это самое вообще крутое, что мне очень нравится. В принципе, все делают, что хотят. Просто я даю направление, а дальше каждый занимается, как ему хочется. Вот протягиваю петлю, протягиваю петлю и вот здесь давай торгем. И вам надо вот так. Вытягивай, вытягивай и затягивай. Ага, супер. Топ такой, созданный из пинеток, из детских. Тут есть парочку моих. На самом деле, переработанные изделия даже интереснее создавать и переделывать, чем создавать с нуля что-то из материалов купленных. Мода изначально — это диктатура человеку, как ему нужно выглядеть или как он должен захотеть выглядеть, чтобы на этом кто-то что-то заработал. Наверное, только вторичное потребление на данный момент как-то спасет экологию и мир от вот этого массового производства. Ты заходишь в магазинный масс-маркет и видишь, да, сто тысяч пиджаков, которые с сезона в сезон выпускаются там одни и те же. И непонятно, куда все это потом вдобавок исчезает. Я хочу просто, чтобы в моде была игра и была какая-то мысль. Мне кажется, что «Верия» — это про внутреннего ребенка, про то, что ты можешь вести себя нелепо, тупо дурачиться, бегать друг за другом по улице в 30 лет, делать дурацкие вещи, быть непосредственным, ну, немножко каким-то шальным. И мне кажется, что это большой такой тоже, ну, немножко скопийский, может быть, но в целом разворот очередной к искусству, как к чему-то, что-то несет положительные эмоции. Как-то напился и подумал, а почему бы мне не сделать показ? И просто типа в ночи написал девочке, что «Лена, я хочу сделать показ». Потом я с утра проснулся и подумал, блядь, какой ад. Я типа ничего не смогу, это же нужно музыку, модели, макияж. А еще у меня ничего не готово, типа, как это вообще типа все делать? Я распределил по друзьям, ну, кого я в чем хотел видеть. И, наверное, все, что я делаю всегда, это все создано ради эмоций. В наше время ты можешь делать очень многое, на самом деле, просто на собственном желании и энтузиазме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова